таблица вот кто эту таблицу уже видел может быть видео смотрели может быть кто-то из ваших наставников вышестоящих скажем с партнером показывал вообще тебе да я знаю что это за таблица и так далее да видели отлично да я знаю нет не знаю этот борис пишет у нас 140 человек да видел да 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 отлично так вот эта таблица это все задают вопросы какая для меня как для инвесторов в первую очередь хочу сказать когда познакомиться с проектом с анатоли дачи медицким для меня очень важно было понять какая может быть капитализация за какой срок может быть окупаемость и какая может быть доходность проекта и вот здесь интересным моментом становится то что когда я узнал что некоторые проекты вообще за полгода окупаемость в транспортной сфере я говорю как такое неужели может быть потому что она транспортная сфера это практически долго окупаемая система а если я слышал еще до знакомства с финицким что я задал вопрос почему на магнитных подвесах они строят и у меня знакомые люди которые для жил в украине говорили вот я сейчас мечтаю о том что он был на тренинге мяча я мечтаю о том чтобы 100 километров пути построить вот если километров пути построю я заработаю 100 миллионов долларов я беру а что действительно так дорого ну да моя прибыль миллион долларов с каждого то есть там где-то нужно было проложить 100 километров за четыре года финансирование государственное шло в этой компании на выбрала выиграла тендер на уровне 12 миллионов за километр они должны были строить в среднем ну скажем потом слушай ну а чё неужели нельзя там на магнитных подвесах да ты чё там денег это стоит ну просто немерено так вот я тогда еще знал и когда мне в принципе не сказал что окупаемость может быть там в течение даже там полгода год проекта для меня это было такой вообще что-то из ряда вот выходящих когда мы поговорили он показал мне цифры почему я сейчас покажу вам то я не видел эту таблицу и самое главное в этой таблице если мы у нас были пункты постройка полигона и потом а один из таких пунктов это строительство дорог сейчас добавлена вот это еще функция она называется у нас когда до мая 2000 вы подписаны контракты и проплачены проектно-изыскательские работы так сейчас так вот хочу поставить проектно-изыскательские работы да что это означает дорогие друзья проектно-изыскательские работы примерно стоят около 7 8 процентов от стоимости проекта и когда уже проплаченцы проектно-изыскательские работы практически можно сказать что следующий этап это уже строительство и вот в эксплуатацию то есть это четвертый этап а всего пять этапов строительства то есть первое это презентационные материалы но презентационные материалы могут войти во второе тогда будет 4 это предпроектное предложение второе а третье это предпроектные и работы исследования и И проектные изыскательские работы это пятое. Так вот, проектные изыскательские работы и вместе примерно сумма вот этих всех четырех изыскателей около 8% затрат до окончания проекта. И потом 92% это уже непосредственно строительство работы. Так вот, когда будут проплачены эти изыскательские работы, что в себя включает проектные изыскательские работы? Это уже договоренность предварительная на получение земли и где-то даже уже получена земля. То есть уже согласование даже по земле идет. В проектные изыскательские работы входит даже согласование по земле. То есть это означает, что все, начался только этап строительства. В этот момент либо можно выходить на IPO, на адресные проекты, ну, приведу пример, вы знаете, что мы 15-го числа заключили контракт. Кстати, вот кто знает, что группой, скажем, Transnet Group было заключено тремя компаниями-транснетами контракты с корневой компанией на строительство и внедрение проектов в трех странах. Знаете, да? Отлично. Угу. Отлично. Наверное, все. Ну, смотрю. Да, знают все. Но это очень здорово. Очень здорово. Потому что про то, что подписан договор на землю и уже земля оформлена на компанию, корневую компанию, еще никто, были люди, которые еще не знали. Ну, отлично. Тогда поздравляю, что все знают. Да, действительно, все сказали. Так вот, что это означает, дорогие друзья? Подписаны проекты. Рус-Транснет – 11 200 километров. Сумма контракта, вот она, это по себестоимости, скажем так, 32 миллиарда долларов. Укр-Транснет – 2357 километров, 7 740 миллиардов долларов. Глобал Транснет УК в британской компании – 3844 километра, 22 миллиарда 600 миллионов долларов. Что это означает, дорогие друзья? Значит, рыночная стоимость километра пути, вот здесь я пишу, да, то есть у нас она обходится в среднем, вот если посчитать, 32 миллиарда разделить на 11 200, это получается 2 миллиона, примерно, ну, около 3 миллионов километров. Вот у нас в среднем 3 миллиона километров стоит, да, ну, это средняя такая цена. Рыночная же цена примерно 20 миллионов километров будет стоить, потому что это скоростная система дорог, то есть вот мы видим, 20 миллиардов, да. Значит, сумма контракта 32 миллиарда, но рыночная стоимость, окончательная сумма, вернее, скажем так, вот вторая вот эта логика, вторая строчка, если в Рус-Транснет, это окончательная сумма строительства и запуска в эксплуатацию. То есть 32 это то, что у нас по контракту, но когда начнут строиться вот проектно-изыскательские работы, когда будут оплачены, там начнется формироваться следующая власть, ну, к примеру, чтобы вы понимали, 11 200 километров по Рус-Транснету сейчас подписаны контракты, но у нас еще будут подписаны некоторые контракты в этом году по Рус-Транснету и по Скандинавскому Транснету, то есть Скандинавскому Транснету и Транснет Европа. То есть там тоже будет Транснет Балтика, вернее, и Транснет Турция. Но пока мы смотрим то, что уже подписано. Значит, что это означает, дорогие друзья? Означает следующее, что когда уже сделаны презентационные материалы, значит, стоимость акций, к примеру, мы берем стоимость проекта 32 миллиарда. Значит, это, по идее, 32 миллиарда долей, то есть 32 миллиарда шеров, 32 миллиарда акций, скажем так, долей в этом проекте. Значит, одна доля будет стоить 1 доллар. Вначале, когда это будет стоимость 1, то есть здесь не может быть скидки и дисконта, скажу вам сразу, то есть начинается с 1 доллара. Но чем ближе к окончанию, это как вот дом, когда строится, когда только документы сделали на квадратный метр, это одна цена. Затем, когда строительство начинается, там, фундаменты, это другая цена квадратного метра. Строительство уже первых этажей, там, первые, два, три этажа. Третий, когда, там, последний этаж и четвертый, когда дом сдан в эксплуатацию, это уже пятая цена на стоимости именно здания. Точно так же в этом проекте. То есть тот же принцип. Ведь получается, что 32 миллиарда это стоимость, но когда уже проектно-изыскательские работы, там уже за акцию может быть стоимость уже и доходить до 5 долларов, и до 6 долларов, и до 7 долларов. И почему, дорогие друзья, все очень легко понять. Рыночная стоимость этого проекта, именно по рыночной цене, это 224 миллиарда примерно. Значит, что это означает, чтобы вы понимали? 224 миллиарда, я здесь нужно было вписать тоже строчку, я думаю, вы так поймете. Разделить на 32 миллиарда долей, это получается примерно 7 долларов, когда вот проект реализуется, и он уже запустился в эксплуатацию, его рыночная стоимость одной акции будет на уровне 7 долларов. Понятно, да? Чтобы вы понимали. Что это означает? Это означает, что стоимость акции в начале, когда начинаются презентационные материалы, предпроектные работы, предпроектные предложения, предпроектные работы и проектно-изыскательские работы. То есть на каждом этапе акция может стоить уже там 1,2 доллара, 1,5 доллара, 2 доллара, 3 доллара и так далее, и так далее. То есть она может дойти до окончания проекта, когда проект уже реализован, даже до 8, а то может быть и до 10 долларов. Чему, сейчас вы это увидите и поймете. Значит, мы смотрим, ожидаемый доход, вот почему цена может быть таково именно. Ожидаемый доход по этому проекту 11 миллиардов 200 миллионов. То есть фактически доходность в год от суммы, которая была именно контракта, 32 миллиарда, да? Сейчас мы смотрим, это разделить, нет. От той суммы, которая есть 25,5 процентов, вот видите, да? Я выделяю ее 25,5 процентов. Это от этой суммы окончательная сумма строительства и запуска в эксплуатацию. То есть получается, что тот, кто проинвестировал на вот этом этапе этот проект, вот именно на этом этапе, потому что в данном случае 44 миллиарда где-то, да, 44 миллиарда, 44 миллиарда разделить на 32 миллиарда акций. Это получается, ну стоимость где-то будет плавать от 1 до 1,5, до 2, а то может быть и до 10 долларов. В зависимости, когда человек входит, когда инвестор заходит, и кто заходит. Так вот, посмотрите, когда реализуется проект, именно до года в эксплуатацию, тот, кто проинвестирует, эта доходность будет на уровне 25,5 процентов. Когда же проект запустится, его будет рыночная стоимость. А почему рыночная стоимость? Потому что у китайцев скоростная дорога 380 километров в час, себестоимость только 25 миллионов километров. А для России, вот они предложили проект Пекин-Москва, новый шелковый путь, за 10-15 лет, а не 12 лет они его построят, стоимость проекта 350 миллиардов, там тоже около 10 тысяч километров дорог, не, около 8,5 тысяч километров дорог, там получается где-то 38-40 миллионов и за километр в среднем получается этого проекта. У нас же получается в среднем где-то около 3 миллионов, а здесь получается где-то рыночная стоимость, мы берем такую среднюю 20 миллионов. Так вот, 224 миллиарда стоимость самого проекта, рыночная стоимость, и годовой доход от рыночной цены на уровне 5 процентов. То есть, друзья, те, кто пенсионные фонды, инвесторы, крупнейшие инвесторы, они с большим удовольствием захотят выкупать акции этой компании, потому что движение будет, если движение будет, пассажиропоток в два раза больше, то значит доходность будет не 11 миллиардов, а 22 миллиарда доходность по этому проекту, а значит это акции еще вырастут в цене. Чтобы вы понимали, сегодня учетная ставка, где государство берет деньги в кредит, на уровне 1,5-2 процентов, а здесь 5 процентов, дорогие друзья. Представляете, что здесь может произойти на уровне 5 процентов? Это все пенсионные фонды, государственные, негосударственные. Государство свои деньги будет вкладывать, та же Соединенная Америка, которая сегодня катится в трубу, она будет с большим удовольствием вкладывать именно государственные деньги, потому что мало того, что актив, который растет в цене постоянно, еще и доход может расти в цене. Понимаете, да? Что это нам дает? Нам с вами, ценерам корневой компании. Это нам дает, что влияние на стоимость на одну акцию увеличится, вот когда будут только проектно-изыскательские работы уже оплачены, на 56 центов. Такая же логика Укртранснет. 2357 километров, 7 миллиардов 740 стоимость проекта, когда он построится, окончательная стоимость может быть на уровне где-то 11 миллиардов. Значит, точно так же проект, его рыночная стоимость будет на уровне 47 миллиардов. Доходность в год 2 миллиарда 357. Те люди, которые проинвестировали в начале, в самом, именно до запуска проекта, это 20,5% годового дохода, а это ни один банк не дает столько. И это опять же, если пассажиропоток увеличится в два раза, значит, это будет 41% годовой доход. И 5%, если это потом, акция вырастет в цене, тоже на уровне 5-7 долларов за акцию. Значит, влияние на стоимость на акцию этого проекта, оплаченных проектно-изыскательных работ, в том числе вот 5 этапов, да, до строительства, это 12 центов. И такой же по Global Transnet, UK, почему Англия там дороже, конечно, строится, там рабочие, ну, как бы, там все дороже примерно в два раза, чем в России и Украине, поэтому где-то 19 центов будет, и тут на уровне 14%, но тоже на уровне 5% это в любом проекте. То есть в любой проект, который мы будем потом инициировать, и мы же будем потом строить вместе с компанией Skyway, да, то есть она будет как ген-подрядчик, во-первых, что это дает, мы гарантированно, почему мы инициируем, мы гарантированно хотим, чтобы 25%, минимум от 15%, у нас даже в контрактах прописано, сейчас сосканируются уже контракты, они на сайте в ближайшее время появятся, вы сможете почитать контракты, потому что за этим вопрос, а где вы подписали, покажите контракт, вы увидите, там все будет написано, дата подписания, сумма контракта, какие дороги и так далее. То есть в общей сложности только 3 этих контракта, которые мы подписали, это увеличение акций на 87 центов, уже увеличивают акции. Мы планируем до мая 2017 года, вот этот год еще, следующий год, и до мая 2017 года в общей сложности мы, как Skyway Invest Group, в рамках проекта Transnet Group, то есть ТНГ, мы сейчас перейдем в мультифункциональный кабинет, который будет называться ТНГ, и вот в рамках Transnet Group инициировать мы будем, в общей сложности на 1 триллион долларов по всему миру, ну по крайней мере по евроазиатскому континенту, хотя сегодня уже у нас Африка, очень интересно, в Австралии, ну правда не Transnet, а прямо в Skyway идет, в Индии мы хотим обязательно инициировать, в Азии мы хотим инициировать, ну в Китай посмотрим, да, в Китае там нужно на правительство выходить, ну я думаю мы туда сможем выйти, но Индия и азиатские страны, а там, ну очень, допустим, я сейчас в Таиланде живу, да, а здесь живет около, если не ошибаюсь, 50 или 55 миллионов человек, да, то есть Таилан примерно как Украина по населению, то есть здесь железной дороги вообще нет, то есть здесь этот транспорт просто бесподобный будет, в Вьетнам он нужен, этот транспорт, а в Вьетнаме тоже, если ни много ни мало, живет что-то около 50 миллионов человек, в Бангладеш, там, если не ошибаюсь, 90 миллионов человек, Индия, почти миллиард человек, да, то есть там вообще транспорт, там железнодорожный транспорт вообще ни разу, так вот, дорогие друзья, наша задача, это в общей сложности подписать триллион, на 1 триллион долларов, это минимум контрактов, что это означает, дорогие друзья, что 1 триллион долларов контрактов, ну вот, просто цифры я здесь не записал, это наше намерение, да, умножить в среднем на 8 процентов, это, скажем так, в общей сложности 80 миллиардов нам нужно будет заплатить только за проектно-изыскательские работы, и потом начинается строительство, да, так вот, к чему я это все показываю, что если мы тут пишем на триллион и заплатим проектно-изыскательские работы, вот эти все 5 этапов, то стоимость акции уже вырастет только лишь оплаченные проектно-изыскательские работы, а я как сказал, проектно-изыскательские работы, дорогие друзья, это и уже в том числе выделение земли, договориться с землей, согласование с архитектурой и так далее, и так далее, то есть это подготовка уже к строительству, все, следующий этап только начинается строительство. Так вот, есть такая фраза, дорогие друзья, хорошая, в финансовом виде называется, покупай на слухах, продавай на фактах. Что такое слухи? Слухи, это когда мы подписали контракт, и мы уже, допустим, проплатили проектное, ну, допустим, первый-второй этап, это презентационные материалы, и до проектно-изыскательных работ, где мы уже ведем переговоры, это называется слухи. Вот тогда дешевле всего будет акция. Что такое факты, продавай на факты? Когда проект уже запущен, и он пошел в эксплуатацию, когда акция будет на IPO, допустим, в Ространснете на московской бирже, минимум там 7 долларов, а то может быть и 10 долларов, да? Там Укртранснет, когда одна акция будет на уровне 7 долларов или 10 долларов, Global Transnet UK на уровне 1-10 фунтов или 7 фунтов, да? Вот тогда уже будут покупать вот эти глобальные компании. То есть для людей, которые заходят в начале, они могут капитализацию сделать, когда уже начинает строительство, потому что в момент строительства там уже будет капитализация хорошая, но еще и дивиденды, то есть часть акций оставить для получения дивидендов, а часть акций для себя. Это именно адресных проектов. Но еще не забывайте, что мы являемся акционерами корневой компании, значит 25% мы планируем на всех этих адресных проектах, чтобы это были активы, именно активы компании. Так вот, переходим дальше теперь, к строительству дорог. Вот если обратиться к нашим намерениям по 1 миллиарду, да? Если 1 миллиард примерно вот сейчас мы посмотрим, разделить на 3 миллиона километра, да? 1 миллиард, вот так это сделаем, разделить на 3 миллиона, это получается примерно 333 тысячи, 333, ну в общем где-то, пускай 350 тысяч дорог, 350 тысяч километров дорог, да? Умножить в среднем на... Умножить на 350 тысяч. Это получается примерно 350 миллиардов годовой доход на уровне 35%. Кто-то проинвестировал, да? То есть стоимость проекта умножить примерно 6 раз, это стоимость проекта на уровне 6 миллиардов год, да? Доходность, рыночная стоимость, когда построится проект, рыночная доходность может быть на уровне где-то тоже 5-7% годового дохода. То есть что это означает? Означает, что компании, которые страховые, пенсионные накопления, государственные компании, те компании, которые будут заинтересованы получать больше процентов, как крупные инвесторы, они начнут извлекать деньги из других проектов, выкладывать сюда, потому что здесь гораздо прибыльнее и гораздо более доходнее. Это мы говорили, говорим только об этих проектах. У нас же будут и те проекты, которые вот как контор Якутск мы взяли сейчас. Почему мы его взяли, дорогие друзья? Там окупаемость на уровне, если не ошибаюсь, одного года и доходность на уровне 100-120% годового дохода, потому что там редкоземельные металлы. А таких проектов в России огромное количество, просто преигромнейшее количество. Я теперь хочу задать вопрос. Скажите, я понял, каким образом происходит вот это вот влияние на стоимость одной акции? То есть прямо так напишите. Да, я понял, каким образом происходит влияние на стоимость на акции? Передвинуть вправо, да, можно. Вправо вот так вот, да. Можно даже меньше сделать. Да, понятно, отлично. Теперь понятно вам, что такое покупай на слухах, продавай на фактах, да. Хотя продавать акции, как тогда вот потом будущим Transnet Group и Skyway Group просто-просто глупо, потому что это доходность будет ну очень достаточно высокая, гораздо выше, чем где-либо. Поэтому вы можете строить уже сети и в будущем сети. А еще один из моментов, почему мы инициируем скажем, все это строительство, потому что, дорогие друзья, и в построении адресных проектов мы тоже будем задействовать именно выплаты в сеть. То есть мы хотим точно так же выплаты в сеть оставить, чтобы и через систему многоуровневого бизнеса, многоуровневых выплат, именно даже в том числе и строительство. Мы просчитывали даже в том числе и строительство. Единственное, там будет коэффициент другой, там не один к одному будет, там может быть одна условная единица закупочная будет там на уровне, может быть, два-три доллара, да. Но какие-то проценты от этого вы тоже сможете получать. А это немного, не мало, дорогие друзья, общей сложности, 65 миллиардов только подписанных контрактов, да. Если они все пройдут через MLM, к примеру, через партнерские многоуровневые сети и другие подобные сети, то, ну, немного, не мало, да, примерно где-то, скажем так, 30% может быть, остаться в сети. Это немного, не мало хорошие деньги. Теперь смотрим строительство дорог, дорогие друзья. Значит, при строительстве дорог. И вот здесь мы берем, рассматриваем первое, постройка полигона. То есть он обойдется 300 миллионов долларов у нас, рыночная стоимость будет на уровне 5 миллиардов. Значит, Экотехнопарк, это вот я ставлю 5 миллиардов, когда мы разговаривали с Антоном Дмитинским, он говорит, Андрей, это очень маленькая сумма, потому что это технология, завод по производству технологии Skyway. Это, ну, это мозги, это все, понимаете. Это мы не считаем пока еще и Unibus. Unibus – это отдельная кухня, это отдельный бизнес, который может быть. Мы считаемся на сегодняшний день, это только лишь технология Skyway. Так вот, мы делим на 4 миллиарда акций, потому что сейчас у нас 4 миллиарда акций в обороте по нашей всей компании. Если было 136 миллиардов только Евразин Skyway, то сегодня у нас Global Skyway, скажем так, всего Skyway холдинга, это 400 миллиардов акций. Одна акция, на какую вот сумму, одна акция увеличилась в цене после постройки Экотехнопарта. Кстати, хорошая новость, вчера мы разговаривали с Антоном Дмитинским, он сказал, что это 100% к следующей осени будет сертификация грузового транспорта и городского транспорта, дорогие друзья. То есть это, ну, просто победа, я считаю. И вот те проекты, которые мы сегодня делаем, и Тантор Якуз, и Челябинск, и Екатеринбург, потому что мы там первую можем линию запустить со скоростью 120 км в час городскую. А потом, когда в мае 2015-го сертификацию мы получим, 17-го вернее, получим сертификацию скоростного транспорта, тут же у нас все будет готово для запуска скоростного транспорта. Все буквально. Потому что новая технология, кто вот сейчас был в Минске из наших директоров, сейчас я покажу кое-что, сейчас покажу вам фотографию Анатолия Дорогича в Минске, где показывают уникальнейший рисунок, об этом он мне говорил. Вот видите, сверху идет скоростной транспорт, а внизу городской. То есть таким образом по верху идет скоростной, по низу идет городской. То есть мы от Челябинска и Екатеринбурга уже сможем городской ложить, но у нас все готово и для скоростного транспорта, дорогие друзья. Все буквально. Таким образом, нижний городской транспорт здесь будет где-то к примеру 80-100 км в час. И как только сертификацию получили, сразу же запустили единый скоростной. Понимаете, да? То есть у нас все будет готово. Поэтому, дорогие друзья, это просто великолепная вещь. Так вот, через 3 года, ну мы считаем через 3 года с 2014 года, сегодня уже 2015, значит через меньше, чем через 2 года уже для тех людей, кто вот только сейчас приобрет. Просто мы когда в прошлом году покупали акции, была одна цена, но здесь, да, в данном случае на 2014 год убрать, поставить 15, в данном случае 15, меньше, чем за 2 года уже, да? Примерно 23 месяца. Значит, посмотрите, то, что мы дарим сегодня, вот что нужно объяснить вашим людям. Вот то, что мы дарим, 50 акций, которые мы сегодня дарим, сегодня ее цена, ну скажем так, да, вот этот пакет с дисконтом стоит 1 доллар. То есть мы дарим фактически, можно сказать, 1 доллар, но это фактически 50 долларов после того, когда произойдет сертификация транспорта. И мы с вами увидели, почему? Да потому что 87 центов уже идет увеличение, почти 1 доллар только в проектно-изыскательной работы, которую мы оплатили. Далее, смотрим, это стоимость акции на сегодняшний день, это стоимость, это стоимость акции на сегодняшний день, а вот эта сумма, это 0,13, ну в общем, 1 пенс, да, 1,3 пенса, вернее, 1,3 цента, это стоимость экотехнопарка на тот момент в 2017 году. Итого, увеличение цены через 3 года, ну здесь через 2 года мы говорим теперь, да, через 2 года, это 0,033, то есть 3 пенса. Посмотрите, стоимость была 0,2 пенса, теперь увеличение 3 пенса получается 0,33 вернее, да, то есть рост реальный за все это время, да, неправильно, формула, 2 секундочки, неправильно, вот она, раз, разделить на 2, вот она, 62%, 31,3% за 2 года. То есть рыночная стоимость, я думаю, будет на уровне как минимум 6 центов, как минимум. А когда мы оплатим проектно-искательские работы, то вот цена сразу же увеличится 0,87 плюс 0,87 плюс 0,033 это 903. Где эта сумма отражается? Эта сумма отражается у нас вот в строительстве дорог, здесь первое строительство дорог, а второе строительство дорог, а второе стоимость акций при строительстве адресных проектов с 2017 года. Значит, это у нас доходность по дивидендам, а это на сколько вырастет акция в цене. Так вот, в данном случае мы рассматриваем здесь пока 0 лет, то есть всего лишь навсего не 3, а 2, а 2 года. У нас сейчас изменить будет где у нас не 3, а 2 года. То есть у нас получается следующее. Значит, только проектно-изискательские работы, значит, у нас стоимость акций вот она, 0,903. То есть это июль 2015-го стоимость, а вот это 0,965 это уже стоимость на какую сумму изменилась цена акций за все время. То есть практически 1 доллар. Если мы сюда впишем и будут подписаны контракты, сейчас были протоколы намерения подписаны контракты, и проектно-изискательские работы будут оплачены до мая 2017-го года, что это означает, дорогие друзья? Значит, стоимость акций там будет уже больше 1 доллара. Это железно будет, больше 1 доллара. Более того, очередь выстроится такая, что, ну скажем, а мы уже проплатили, значит нам будут уже строить, а некоторые только будут проплачивать, и для них период пока, допустим, вот захотели какие-то олигархи там где-то построить дороги, значит они проплатят, тем только документацию, ну минимум, будет делать полтора года. То есть меньше согласования и так далее, и так далее, то есть за меньшее времени нельзя будет делать, даже если оплатить все 100% денег. то есть это примерно полтора года ведется все вот эти проектно-изыскательские работы, и только через полтора года начнется строительство. То есть мы в данном случае здесь будем уже впереди, и для нас уже будет строиться это. Так вот, дорогие друзья, значит мы смотрим 4825 процентов это доходность за вот эти вот два года, и в год сейчас уже просчитано здесь 48253 вернее пакет сам пакет будет стоить по этой цене только 48 долларов. То есть человек получил подарок 1 доллар, мы рассматриваем из подарка 1 доллар, который стоимостью 50 акций, этот пакет будет стоить 48 долларов 25 центов. Теперь мы смотрим, если за первый год будет построено хотя бы 2000 километров дорог, 2000 километров дорог, стоимость дорог у нас по новой цене, которую сейчас выставил Анатолий Дорчевницкий, это 3 миллиона километров вместе со станцией, это скажем так, минимальная стоимость дорог вместе со станцией, но она может подниматься и до 5 миллионов, мы берем 3 миллиона вместе со станцией, Сумма инвестиций 6 миллиардов долларов. Сразу же мы считаем, рыночная стоимость на уровне 40 миллиардов. Когда построятся вот эти 2000 километров дорог, рыночная стоимость, как только запуск эксплуатации прошел, это минимум на уровне 40 миллиардов рыночная стоимость. Почему? Я сейчас ее оцениваю и вам покажу, почему, за чего это нужно. Самый простой способ посчитать доходность – это доход в год с километра примерно 20%, хотя доходность, примерная сумма доходности с одного километра – 1 миллион долларов в среднем. Где-то больше, где-то меньше, но в среднем, чтобы вы понимали, вот если построено 100 километров пути, значит доходность примерно в год 100 миллионов долларов, если 1000 километров, значит примерно 1 миллиард, чтобы вы понимали, быстро что посчитать. Мы здесь берем в среднем 20% доходность в год по дивидендам. Почему? Потому что вот вы видели, здесь 25,5, здесь 20,5, здесь 14,24, а где-то вот такие грузовые трассы, там и 250 доходностей годовых может быть в процентном соотношении. По Боливии, допустим, 8 миллиардов проект стоит, а 20 миллиардов годовой доход – это 250% годовых. Вот смотрим, доходность дивиденды – 1 миллиард 200 тысяч. Доход в УЕ SkyWay, то есть это то, что должно отнести 25%. Вот видите, основные средства SkyWay 25% мы берем. – это доходность акционеров SkyWay. Значит, 300 миллионов доходность SkyWay. Мы делим на 400 миллиардов акций, то есть простая арифметика. Вот она доходность делится на 400 миллиардов акций, получается доход на одну акцию – 0,2 пенса. Если пакет 50 акций, значит стоимость доходность пакета 8 центов. 7,5% годовых за 3 года – это примерно 2,5% в год. Ну, скажем так, да, это разделить на это. Примерно 2,5% в год получилось вот с этими двумя годами предварительно. Теперь смотрим дальше. На сколько процентов увеличилась акция? Вот они мы смотрим. 25% – основные средства. Значит, 1,5 миллиарда будут основные средства компании. Почему? Потому что 25% от стоимости, от 6 миллиардов. Значит, стоимость на одну акцию вырастет на 7 центов. Рыночная стоимость здесь на 3 цента, да. Итого общая сумма будет 0,13, значит почти доллар 0,96,097 центов. То есть 97 центов. Рост 4844% – это 48 долларов, 44 центов. Следующий смотрим год. Во второй год это может быть уже в среднем по 5 тысяч километров дорог в год. Потому что Антон Берг еще несколько говорил, что мы понимаем все, что когда начнется строительство, у нас будут некоторые заводы, которые будут производить для нас роботов, которые будут быстро строить, которые будут очень быстро строить дороги. И есть уже заинтересованные компании, которые разрабатывают роботов по электронной сварке, которые могут нам, вот три робота смогут нам дорогу строить со скоростью 200 метров за 5 минут. То есть можете подсчитать 1 километр, 200 метров за 5 минут, 1 километр за 20 минут. Если это, допустим, 1000 километров, 1000 километров, да, умножить на 20 минут и разделить на 24 часа – это 833 дня. То есть 1000 километров, так, еще раз, наверное, неправильно, 200 метров за 5 минут. Да, 200 метров за 5 минут. Значит, 200 метров за 5 минут. Значит, километра за, это умножить на 5. Значит, еще раз, 200 метров за 5 минут, логика считаем, да, 1 километр разделить на 200 – это получается 5, да, 5 умножить на 5 – 25 минут. И умножить на 1000 километров – это 25000 минут. Разделить на 60 минут – это 1 час, это 416 часов. Разделить на 24 часа – это за 17 дней 1000 километров можно построить. Ну, понимаете, да? То есть, а если там где-то еще там на одной линии, на второй, на третьей, то есть, таким образом, 1000 километров строится за 17 дней, да, меньше, чем за месяц. Так вот, считаем следующий момент. Два года и 5000 километров в год в среднем – 10000 километров. Но вот за два года как раз такие роботы могут уже для нас производиться. И если мы считаем, что 17 дней – это 1000 километров, 360 разделить на 17 – это 21, да, 21 умножить на 1000 – это 21176 километров может быть построено. Ну, пускай это возьмем в третий год. Это только с тремя роботами на одной линии. А если это будут три линии, где строятся, вот у нас, допустим, три линии будут строиться, но там три робота работают, там три робота работают, и там три робота работают, да. То есть, мы можем умножить свободно на три – это 63 529 тысяч километров в год. Ну, возьмем оптимистические прогнозы – три года, в среднем еще это будет там вручную, полуавтоматическая такая работа, не полностью роботосистема. За три года в среднем по 10 тысяч километров в год. Это 30 тысяч. Значит, через три года доходность по этому пакету может быть 1 доллар 13 центов – это 112 процентов за все время, 22 процента за пять лет. Значит, основные средства, насколько вырастет акция, значит, она уже будет стоить 1 доллар 21 центов. Это 5 106 процентов рост. Ну, давайте посчитаем теперь для тех людей, кто имеет акции, и, допустим, вы имеете 100 тысяч акций. 100 тысяч акций на сегодняшний день, если посмотрим быстренько стоимость, сколько сейчас стоит 100 тысяч акций. Если кто-то посмотрел, напишите, я скажу. Нас в реестр акционеров занесут только после сертификации. Да, совершенно верно. Смотрим дальше, дорогие друзья. Ну, если нет звука, ну, тогда вам нужно будет, наверное, прослушать записи. Но посмотрите видео, как пользоваться в этой комнате. У вас есть аудио, выберите, плюсик ставите, выберите в динамиках свой, ну, скажем… Так, допустим, 100 тысяч акций – это у нас 110 тысяч акций – вот 500 долларов, да? Вот у кого пакет… А, вернее, вот так вот, неправильно. 110 тысяч акций – вот так вот, да? Один надо убрать. Это 500 долларов. Значит, посмотрите, 110 тысяч акций через уже 2 и 3, через 5 лет, значит, насколько вырастет стоимость. Мы берем, пока мы не добавляем адресные проекты. Если еще добавить адресные проекты, которые вот сейчас будут строиться, да, именно, и как они будут влиять, цена, то есть цена, как только подписаны… Вот, как цена начнет формироваться, дорогие друзья, как только… Ну, представьте себе, предположим, с нами заключила контракт, там, одна из компаний, крупнейших, к примеру, да, у которых есть деньги, и они уже оплатили предоплату на проектно-изыскательские работы. То есть, только контракт они подписали, еще не оплатили, уже акция пойдет вверх. Ты себе даже не представляете, насколько пойдет вверх. Вы только подписали контракт, потому что уже строительство идет, да, потому что контракт вынесет за собой 100% предоплату. Так вот, дорогие друзья, смотрим. С этого пакета, значит, ваша доходность будет 2475 долларов в год. Это 99% годовых, да, 495% за 5 лет. И стоимость акций будет на уровне 1 доллара, и ваш пакет, стоимость вашего пакета будет 110 643 доллара. Если вы обладаете 100 тысячами акциями, заплатили 500 долларов. Смотрим дальше. Через четыре года, предположим, уже в полную работают у нас три, пускай два, пускай даже два робота, которые в среднем делают уже под 50 тысяч километров дорог. Это 200 тысяч километров дорог, 404 года. Значит, активы компании уже, это 150 миллиардов долларов. Доходность, рост акций, скажем, уже стоимость акций 1,325, то есть 1 доллар 32 цента. Ваш капитал составляет 147 тысяч и доходность на одну акцию 16500. Это не много, не мало, дорогие друзья, а 3300 процентов за эти 6 лет, 550 процентов в год. Когда спрашивают, Андрей, а покажи, где может быть доходность на уровне хотя бы 15 процентов. Вот, дорогие друзья. Вот здесь стоимость, рыночная стоимость акций может быть на уровне 2,5 долларов, и доходность уже может быть на уровне 6 процентов. Это пенсионные фонды, страховые фонды, государственные компании. Огромное количество компаний, такие вот низкорисковые гарантированные компании, они будут скупать, просто скупать наши акции. Дальше смотрим, идем. Если это уже 5 лет, и в среднем будут уже 5 роботов по 100 тысяч километров дорог, это 500 тысяч километров дорог, хотя за 5 лет мы планируем миллион дорог, значит, миллион километров дорог, значит, должно быть 200 тысяч километров дорог, это 10 роботов, которые будут работать. Самое интересное, вот эта компания, которая роботы системы делает, говорит, я даже этих роботов сделаю, и чтобы вы мне долю дали, а я отдам им работать. То есть, представьте, нам платить даже не нужно, мы за долю в компании, им дадим долю компании, они нам отдадут этих роботов. Итого, за 5 лет 1 миллион километров дорог, значит, только капитал компании 750 миллиардов долларов стоить будет. Вот здесь мы не считаем пока Транснет, по Транснету я вам покажу, когда у нас запустится именно ТНГ. Вот в сайт Транснет Групп, когда запустится, это мультифункциональный кабинет, где будет состоять и Skyway Invest Group, ProEvrazia, обучающие проекты, потом отдельный проект Global Transnet UK для англоязычной аудитории, и проект для турецкой аудитории, там будет Турция, появится Индия, значит, Индия Transnet, то есть это будет специально таким многофункциональный кабинет, где из кабинета в кабинет можно ходить, а это все будет в одной базе. Так вот, при этом количестве, что происходит? Значит, стоимость акций уже будет минимум около 3 долларов 2,82 цента, ваш капитал будет 310 705 долларов, рыночная цена будет, скажу вам, на уровне 12,5 долларов, и 6 процентов примерно, скажем, годовых будет, поэтому здесь гарантированный доход и плюс гарантированный рост активов, потому что они будут расти в цене. И смотрим, если у вас, предположим, дорогие друзья, не 100 тысяч акций, а у вас 1 миллион 600 тысяч акций, или здесь за 2 тысячи, за 3 тысячи, наверное, 2 и 2, ну, пускай за 4 тысячи, 1 миллион 600 акций, да? 4 тысячи и 1 миллион 600 акций, 1 миллион 600 акций. То есть ваша доходность может быть уже через 7 лет на уровне 1 миллион 200 долларов в год, а это ни много ни мало 100 тысяч в месяц. И ваш капитал будет оцениваться в 4 миллиарда 516 тысяч по себестоимости, а по рыночной стоимости он будет стоить на уровне, ну, умножьте на полтора, да, это где-то около 6 миллионов долларов будет только ваш капитал стоить. Дорогие друзья, так, к чему я говорю? Здесь все, мест консультанты, если у вас еще нету полтора миллиона акций, так лучше работайте и покупайте. К сожалению, с первого числа, естественно, мы уже не платим акциями именно за вашу работу, но зато с новым маркетинг-планом вы сможете больше зарабатывать. И тогда поставьте себе как такую установку, что там 5 или 10, у нас, кстати, в кабинете будут стоять в автомате, что вы поставите, к примеру, что 10% со своего дохода я хочу покупать с бонусом, хочу покупать акции. У вас автоматически будет покупка акций автоматом просто идти. Это будет выставляться такая функция. Или там 20%, или 30%. Ну, сколько вы заходите, но не более 50% вы имеете право тратить, да, на покупку. Ну, а я рекомендую от своего дохода именно в Skyway. Вы можете тратить там от 5 до 20%. Но кому-то захочется 50%, поставьте 50%. Больше 50% там функций не будет, потому что мы запрещаем это делать вообще. Вы должны и жить, и развиваться, и кушать, и путешествовать, и так далее. Так вот, дорогие друзья, если это возьмем 10 лет, и за 10 лет у нас будут работать уже, наверное, 100 роботов. 100 роботов по 20 тысяч километров дорог. Это минимум 2 миллиона километров дорог в год. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Это 20 миллионов километров дорог через 10 лет. Доходность, ваша доходность будет 24 миллиона в год. В рублях это 1 миллиард 320 рублей. Это даже 600 тысяч процентов доходность за 12 лет. Это примерно 50 тысяч в год ваша доходность. И стоимость акции будет на уровне 38 долларов. И ваш пакет будет стоить 61 миллион 516 тысяч 80 долларов. По рыночной цене он можно умножить свободно на 1,5. Потому что доходность вот она на 1,5. Вот я вам скажу, даже здесь можно на 2 умножать, и доходность будет на уровне... Сейчас мы посчитаем, какая будет доходность. Как-то здесь 250. Не подсчитано, что ли. 250 разделить на К48. Так, а где у нас К48? Доход на одну акцию. А, 15 тысяч, да. 250 разделить... Ну, нет, все правильно. 250. Ну, 250 разделить на 15 тысяч умножить на 100. Ну, да. Здесь будет... А, 15. Доход на одну акцию. 15 разделить на 250 умножить на 100. Да, 6 процентов будет. И, дорогие друзья, наша цель за 15 лет – это 30 миллионов километров дорог. Хотя, при такой логике, я хочу вам сказать, там, может быть, уже не 100, а 150 роботов работать. Да, ну, пускай вот за 15 лет в среднем по 2 миллиона километров дорог, 30 миллионов километров дорог. Значит, ваш пакет из миллионов 600 может стоить на уровне, по рыночной цене, около 100 миллионов долларов. И доходность в год на уровне 36 миллионов, разделить на 12-3 миллиона в год – ваша доходность. Это лучше любой пенсии, дорогие друзья. Это, как говорил Анатольевич Ленинский, практически каждый человек, который имеет сегодня больше миллиона акций, он уже миллионер в ближайшие, там, 10-15 лет. Здесь вы не только миллионер, вы мойте миллионер, потому что ваш доход в месяц может быть на уровне 12-3 миллионов. Поэтому вы гарантированы 100% миллионер, потому что у вас активы есть, и вы получаете этот процент. Поэтому, дорогие друзья, я показал вам вот эту важную вещь, которую мы посмотрели здесь 0,87, но фактически я уже не стал, скажем так, вот здесь добавлять, потому что здесь рост километров дорог взаимосвязанно. Но наша цель еще глобальная в течение 30 лет – это, скажем так, 60 тысяч километров дорог, тогда ваш пакет может стоить, ваш доходность может быть на уровне 72 миллионов, а ваш пакет может стоить 181 миллион 516. И, естественно, мы смотрим, вот стоимость рыночная, стоимость акций – это 750 долларов. Ага, вот рыночная стоимость акций и стоимость акций, на которую увеличено, что-то я не могу понять, как они неправильно здесь подсчитываются, 112, рыночная стоимость 750. Вот оно, да. То есть ваш пакет исходит не из рыночной стоимости. Так, стоимость на одну акцию – 112,500. Вот это, это, это технопарк плюс это, 45 миллионов, и разделить на И35, где у нас И35, И35, на 400 миллиардов акций. Ну, по идее, все правильно, 45 миллиардов, что-то, 45 триллионов. 10, 4, 45, да, все правильно, рыночная стоимость. Да, вот рыночная стоимость, вот описание здесь наверняка нужно нам, наверное, поставить, чтобы вы понимали не эту стоимость, а именно рыночную стоимость. И38, умножить на И6. Да, немножко неправильно подсчитано. Вот, 1,2 миллиарда, я думаю, это что-то такое, потому что при этом, в крайней мере, дорог, если миллион акций, то там ты миллиардер, скажем так, да. Вот, получается, что по рыночной стоимости у вас капитал, если у вас 1,6 миллиона акций вы имеете, на сегодняшний день 4 тысячи долларов, то через 30 лет вы миллиардер, и ваша доходность в год 72 миллиона разделить на 12, это 6 миллионов в месяц ваша доходность, дорогие друзья. Вы 100% не просто мультимиллионер, а вы миллиардер. Поэтому, дорогие друзья, естественно, вход в корневую компанию, я просто уже мечтаю, и я думаю, что мы это 100% сделаем, когда вход в корневую компанию практически будет закрыт, я думаю, уже, вот когда, если еще, там, к осени следующего года еще акции в корневую компанию останутся, хотя по моим планам, по моим планам, что уже к лету вход в корневую компанию уже будет закрыт только в адресные проекты. То есть, вы тогда, мы сможем давать вам более вкусные адресные проекты, но вы сможете быть акционером только в адресных проектах. Я подготовлю на конец июля, когда уже выйдут все сайты, вы увидите контракты, каким образом расчет акций будет идти именно в адресных проектах. И тогда вы поймете многие, что сегодня нужно вовлекать людей, чтобы они шли именно в корневую компанию, в адресные проекты, потому что они и там, и там получат очень невероятную выгоду, дорогие друзья. Поэтому, как я и говорил, такие инвестиционные возможности бывают один раз в сто лет. Так вот, если вернуться с нашим правильным подсчетом, если это будет десять лет, и мы планировали по 2 миллиона, даже по миллиону километров дорог, это сто, десять миллионов, да, десять миллионов километров дорог, то через десять лет, то есть, в общем, после двенадцати, да, у вас двенадцать миллионов долларов доходность будет, и ваш пакет будет стоить на уровне двухсот миллионов. Поэтому, дорогие друзья, Дим, я думаю, ты понял, да, как считать, и ко всем хочу, чтобы все ответили. Скажите, кто понял, как работать с этой таблицей? Отлично. Ну, давайте я отвечу на вопросы. Да, Дим. Да, я тоже надеюсь, что мы разберемся, еще в записи будет смотреть. Да, Андрей, и еще такой момент один. На секундочку, Петр Кутумов хочет потом выступить, после вас еще. Да, 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 точно, точно. Для инвестконсультантов, дорогие друзья, у вас есть очень хорошие возможности, как говорится, попасть на доску почета. Еще один вопрос, значит, Андрея, будет опцион покупки пакета на 20 долларов? Андрея, будет ли опцион покупки на 20 долларов, когда несет на 3-6 месяцев, и чтобы смена дисконта не влияла? Дорогие друзья, вы хотите, знаете, есть такая пословица, и рыбку съесть, и куда сесть, да? Когда сейчас финансирование пойдет в полной мере, и будут финансирования по 3, по 5, по 10 миллионов в месяц, то у нас дисконты могут меняться каждую неделю. А вы хотите по 20 долларов вносить ежемесячно и зарезервировать дисконт, ребят, но, понимаете, сейчас вот, когда разговариваешь с нормальными инвесторами, и вот, кто написал, Ольга, да? Андрей, не Ольга, а кто же написал? Астрономические цифры, да, Ольга Ниб, да? Она написала астрономические цифры. Да, с инвесторами говоришь, с некоторыми даже профессионалами, и в это не втыкают, и не верят, потому что они с венчурными проектами никогда не работали, потому что даже среди профессиональных инвесторов есть люди, которые профессиональны в чем? В фондовом рынке, или в валютном рынке, или в венчурном рынке, или в рынке недвижимости, в чем профессионал? Когда называется профессиональный инвестор, вот мы готовим в Академии профессиональных инвесторов многопрофильных, то есть мы рассматриваем все рынки, которые существуют, на каких рынках какие есть возможности, на какие, это мы вот вкратце показывали, это на наших школах, если по вторникам у нас проходит. Так вот, дорогие друзья, какие опционы на эти вещи? Это же, поймите, если бы спроса не было, сейчас вот хорошая новость, уже готова первая опора. И на следующей неделе, кажется, уже планируется вбить первую опору и поставить уже там, ну, чуть ли не монумент такой, знаете, будет. Потому что это первая опора. И вот можно будет покупать опоры. Вот если инвестор говорит, а я вот эти не хочу фантики покупать, не хочу там какие-то бумажки покупать, которые вы акциями зовете, да, а я хочу реально деньги вложить. Вот куда я могу вложить реально? Хорошо, можешь купить 10 опор. Но самое интересное, он купит 10 опор, ему еще акции дадут, потому что и опоры его будут здесь, но и акции его будут здесь, да. Точно так же, ну, акции корневой компании. А хочешь, там, не знаю, 200 метров пути купить, без проблем, вот твой путь будет называться, да, вот я хочу купить там опор, а то несколько, и одна опора будет называться, вот это опора Андрея Хабратова. Юнибус я хочу купить, я хочу участвовать в юнибусе. И я Анатолию Дарчу Юницкому сказал, что первый индивидуальный юнибус я хочу заказать себе. То есть я хочу, чтобы у меня был первый индивидуальный юнибус на 4 человека. Ну, 4-6 человек, да, это такой вот семейный юнибус, скажем так, да. Вот я хочу, чтобы он был у меня, я буду его финансировать. Это как такой вот, краудфайдинг уже пойдет небольшой. Поэтому, другие друзья, опционы по 20 долларов на 3-6 месяцев за вами резервировать дисконт, чтобы дисконт не изменялся. Ну, не смешите, пожалуйста. Так, Андрей, у меня спрашивают люди на структуру, почему в фонде нет договора, когда человек инвестирует деньги, а в корневой компании есть. То есть, отвечу сейчас, сейчас нам сделают пересчет, нам пересчет еще не сделали. Мы вам сделали пересчет, но фактически нам его тоже сделали. Мы просто не можем войти в кабинет, потому что, скажем, у них не готово для юридических лиц. Но сказали, вы не беспокойтесь, все, пересчет сделали. Просто акции на вот эти дополнительные нам еще не выставили, а мы вам уже выслали. Поэтому, как только нам сделают пересчет, мы сразу же выставим договор, где вы будете получать договор. И у нас сейчас идет такая вот как раз информативная вещь за июль месяц, где у вас будет договор, как на наши обязательства перед вами после сертификации отписать эти акции на вас. То есть, мы можем внести вас в реестр компании, пожалуйста, что хотите, то и делайте. Но, дорогие друзья, я хочу сказать, вот кто хочет в реестр компании, да, ну, чтобы вы понимали. К примеру, если, ну, к примеру, через два года, там, в 2017 году уже, а такое может быть, компания, ну, скажем, какие плюсы и минусы в том, что вы в фонде или вы просто в реестре компании напрямую, чтобы вы понимали. К примеру, уже входа в корневую компанию нет, уже 3 доллара стоят акции, и у вас миллион акций. И к нам приходят, вот, приходят крупные инвесторы и говорят, я хочу купить, там, миллиард акций. И он набирает. Значит, что вам нужно будет сделать, дорогие друзья? Значит, вам необходимо будет поднять ноги в руки, поехать к регистратору, переоформить эти акции. Без вас невозможно будет переоформить акции. Это я 100% говорю. На чем нужно будет поехать? Либо в Британию, либо в Британские Виргинские острова. Это Карибские острова, это в Карибском море, да? И поехать отписать эти акции человеку, который хочет купить миллиард или 2 миллиарда акций. Или 100 миллионов акций, да? Второй вариант, когда это находится в рамках фонда, то крупного инвестора мы выставляем, мы тогда в том времени сделаем, как площадку, да? Он выставляет, я хочу купить миллиард акций. И пишет там, допустим, я куплю там за 3 доллара, да? Миллиард акций выставляет, как лот. И все, и кто хочет, как говорится, выставляйте свои позиции, и он будет приобретать у вас. И здесь ситуация, вам не нужно будет ехать к регистратору, переоформлять эти акции. Вам необходимо будет просто здесь сделать купли-продажу. А мы уже, наши юристы, едут туда, куда нужно, и переоформляют эти акции там. Все очень просто, да? То есть, но есть риск, потому что говорят, ну, Андрей Хавратов заберет все акции и не отдаст. Ну, есть такой риск. Но, опять же, это не Андрей Хавратов акции, это акции, в любом случае, вот сейчас мы эту схему прорабатываем. То есть, все эти акции, которые есть, мы будем отдавать на баланс компании Global Transnet UK. А мы сейчас выясняем эти вопросы до конца, потому что там были нюансы, которые сказали нет. А теперь говорят, да, ребят, можно это будет сделать. То есть, вариант. Так вот, мы передаем на баланс Global Transnet UK. Это британская компания. То есть, более того, уже на сегодняшний день я не посчитал, забыл, посчитал, нужно было посчитать, но найти. И я постараюсь, Дим, напомню мне, чтобы последние пятницы, когда я буду, чтобы я посчитал, сколько сегодня уже наш сайт стоит. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день, как минимум, в два раза выросла цена, потому что у нас объем увеличился больше, чем в два раза. И количество пользователей ежедневно увеличилось тоже почти в два раза. То есть, это фактически, можно сказать, что стоимость сайта уже выросла в два раза. На тот момент он стоил уже где-то около миллиона, полтора миллиона долларов. Сегодня он уже стоит порядка трех миллионов долларов. А это все есть активы, скажем так, наших инвесторов. Более того, у нас есть резервный фонд определенный, да, где этот резервный фонд тоже определенной степени начинает уже действовать и работать. И это определенные дивиденды еще. Ну, то есть, много плюсов, которые достаточно, вы еще можете дополнительные опции получить за счет того, что вы инвесторы у нас. Но, кто хочет переоформить, я хочу вам сказать более того, если вы хотите, ну, сейчас уже все поздно, но вот люди мне писали, говорят, Андрей, я могу с фонда переписать на компанию. Да без проблем, без всяких проблем. Но, когда пройдет сертификация в 2017 году, и вы захотите, чтобы войти в реестр акционеров, мгновенно вы войдете, мы эти все дела переоформим, и вы будете в реестре акционеров компании без всяких проблем. И по типу реестр акционеров, которые есть в компании в корневой, то же самое сейчас наши программисты делают, чтобы это тоже у вас было. То есть, у вас будет первый договор, у вас будет сертификат, который вы сможете себе заказать. И третий важный момент, это еще возможность за счет того, чтобы наш инвестор и наш резервный фонд, он работает в разных направлениях и дает определенную доходность. И вот год, когда будет осенью, мы покажем, какую доходность произвел наш фонд и в каких активах находится эти, скажем, доходность инвестора. Поэтому это тоже определенный дополнительный доход. Но, хочу вам сказать, разницы нету, и здесь есть некоторая такая особенность, поймите, что все акции все равно находятся у Анатолия Дарчевицкого. Если я не выполню перед вами какие-то условия, ну тогда можно будет, скажем так, обратиться через суд с прошением, к примеру, Анатолия Дарчевицкому, что Ховратов Андрей не выполнил свои условия, не хочет отписывать на меня акции. Ну, по крайней мере, это не я, не Ховратов Андрей, это группа наших компаний, да, и в том числе в Британии будет, и в реестре держателей будет, именно в Британии. И вы сможете через интернет заказать реестр акционеров, ну и так далее. Поэтому, дорогие друзья, самый худший вариант, если вдруг наш фонд не отписал акции, да, ну тогда вы сможете, и у нас есть, как бы, предоставительная договоренность, что Анатолий Дарчевицкий, если жалобы от наших инвесторов, что они профинансированы, а мы не хотим отписывать их акции в фонд, в храневую компанию, ну тогда будут вестись переговоры, и, естественно, так как все акции у Анатолия Дарчевицкого, то есть поймите, что в любом случае вы выиграете дело, потому что у вас есть документы, даже на сегодняшний момент тот сертификат, который сегодня есть, как бы, даже не напечатанный и без печати, да, он все равно имеет достаточно хорошую силу. И когда, дорогие друзья, то, что акция показала вам, сколько стоит, да, любой адвокат в том времени, даже если будет стоить уже акция одна, два-три доллара, любой адвокат возьмется за то, чтобы засудиться с нами и выиграть дело, если вдруг наш фонд какие-то свои обязательства перед вами не будет. Думаю, что ответил на этот вопрос. Далее, есть еще, сказал, что нас несут в реестр после капитализации, а менеджеры в корневой компании говорят, что в ближайшее время те, кто купили акции, там будут в реестре, поясните, пожалуйста. Так, в корневой компании есть еще, вы сказали, что нас несут в реестр после капитализации, а менеджеры в корневой компании говорят, что в ближайшее время те, кто купили акции, там будут в реестре, поясните, пожалуйста. Но я объясню вам. Вы находитесь у нас в том реестре, который вписан на фонд. И когда произойдет сертификация, вы скажете, я хочу, чтобы войти в реестр акционеров, без проблем. Но после реструктуризации, об этом мы не говорили, что после реструктуризации вы сможете быть в реестр акционеров. Вопрос другой. Были люди, которые писали нам заявление, я не знаю, у Петра Кутумова она будет спросить, писали или не писали, потому что в скайпе не писали. Я говорю, Андрей, я хочу акции, которые у вас в фонде покупал, перевести в корневую компанию. Я могу? Я говорю, да без проблем, переводите. Ну там у человека 3 миллиона акций, кажется, было. То есть у Петра нужно узнать, писали или не писали заявление. Вот те, кто писал до вот этих вот моментов, до 5 июня, я думаю, что все эти варианты будут чтены. Точно так же те люди, которые писали заявление, чтобы перевести акции к нам в фонд, эти люди тоже смогут, ну то есть в компании сейчас мы делаем подсчет, нам выдадутся на эти покупки акций, которые мы сделали, сертификаты уже, скажем, вот этой новой компании. И мы это все выложим, чтобы не видели. Так, как у нас дела с подготовкой нового маркетинга? Очень нужен новый маркетинг. Мы сами его ждем, дорогие друзья. У меня есть группы, и у нас уже есть группы людей, как говорится, они на старте стоят. Нам айтишники пообещали, ну, 10-15 число максимум внести. Понимаете, там новый маркетинг, он сразу же будет идти вместе с новым кабинетом. То есть там сразу функция идет, не просто маркетинг со старым кабинетом, а сразу будет функция нового маркетинга с новым кабинетом. Почему мы это делаем, дорогие друзья? Новый кабинет, он в чем будет уникальный? Мы сможем вообще привлекать огромные, и к нам сейчас будут заходить огромные компании, у которых база там 200 тысяч, 100 тысяч человек. Многие компании многоуровнев, с которыми мы ведем переговоры, у них там 150 тысяч человек, 200, у кого-то миллион. И мы им сможем, чтобы они, ну, как они говорят, чтобы я не отдавал всю свою базу, а там будет ситуация следующая. Под них будет делаться их кабинет, и они заводят свою компанию, и они только в этом функционале. Все, пожалуйста, мы даже такие вещи будем делать, и он даже там сможет, эта компания там сделать, по своему маркетингу как-то запустить, но это будет в нашей общей системе. Мы даже такие вещи продумали. Так вот, мы делаем это таким образом, что маркетинг, который существует, он может интегрироваться, и в разном личном кабинете может быть разный маркетинг, потому что у нас может появиться какая-то целевая программа, к примеру, строительство станций вот этих вот, да, которые у нас могут быть станциями большие, многоэтажные. А может быть, родовое поместье программа появится, да, и тогда человек может стать пальчиком в родовом поместье, и там мы не сможем отдавать, как сегодня мы в маркетинге будем отдавать 40%, да, а там будет максимум, может быть, 10% мы сможем отдавать, тогда там будет пересчет в маркетинге, да, и целевая программа пойдет, может быть, по другому кабинету. Но так как вы в общей сети, и ваш клиент перешел в целевую программу покупки родового поместья, либо в целевую программу обучения какое-то, либо в целевую программу другого направления, то есть все это в одной банке, можно сказать, и вы отовсюду получаете проценты. Более того, дорогие друзья, мы сегодня продумаем, так как те проекты, которые, особенно вот проекты струнных технологий, и все, что связано с рядом с проектами струнных технологий, это проекты достаточно высокодоходные будут на уровне 20, 30, 50%, 100% годового дохода. Мы продумаем даже этот личный кабинет будет в таком плане, где, если вы привлекли инвестора, этот инвестор получает дивиденды, и потом, когда будут капать дивиденды, если вы находитесь в рамках нашего фонда, вы будете получать определенный процент с тех дивидендов, которые он получает. Небольшой, но представьте, у вас 100 тысяч человек, каждый получает, допустим, там, ну, пускай даже по 100 тысяч в год дивидендов, там небольшой, может быть, процент будет выделяться по маркетингу, да, но эти, допустим, 100 тысяч человек, вот за эти 5-7 лет, которые вы можете сделать огромнейшую сеть, в среднем каждый получает, ну, пускай даже по 10 тысяч долларов, там, к примеру, 0,1% от всего этого, это ни много, ни мало, каждый месяц какая-то копейка, вернее, каждый год какая-то копейка от их дивидендов. То есть этого еще не делала ни одна компания в мире, мы это будем делать первым. Поэтому это выгоды, опять же, сотрудничества с нашим фондом и работы с нашим фондом. Так, дальше читаю. Нужно будет регистрироваться в новом кабинете? Нет, не нужно будет регистрироваться в новом кабинете, вам нужно будет просто, если вы захотите, вы захотите без проблем, работайте в кабинетической ВНГС-группе. Но если вы захотите войти в общий кабинет, потому что по Евразии будут, скажем, целевые программы, вам нужно будет войти в общий кабинет, который будет называться ТНГ-групп, да, то есть ТНГ-групп. И тогда вам нужно будет принять условия, что вы не против, принять, скажем так, условия пользователя. Вы ставите галочку не против и все, и вам не надо регистрироваться, вы находитесь, ну, скажем, в любом кабинете. В какой кабинет хотите, в такой заходите. Более того, там со временем будет, так называемое, оно на самом начале будет, но потом функционировать будет в будущем, это инвестиционный портфель. Допустим, у вас там целевая программа будет называться Skyway, корневая компания. Целевая программа, там, Транснефт, Челябинский Петербург, целевая программа Санкт-Петербург-Владивосток, целевая программа, там, Тор-Якутс, целевая программа, к примеру, Бринген-Лондон, целевая программа какой-то еще проекта, который там, родовое поместье, целевая программа, не знаю, там, связана с сельским хозяйством, к примеру, да, там, с гумусом, вот, как говорил Анатолий Дайчуинский. И у вас портфель будет состоять. И по этому портфелю на тот момент времени будет видна первая доходность, которую вы получаете, если получаете дивиденды. И второй момент, насколько увеличилась ваш пакет, ваш портфель. И вы можете за месяц, за два будете смотреть стоимость. Опа, у тебя портфель стоил, там, 100 долларов. Потом смотришь, там, через год аналитику, да, график есть. Когда, где цена, как и лавировала, падала или уменьшалась. Да, по целевым программам будет отдельно семинар. Именно когда этот будет готов мультифункциональный кабинет, мы проведем отдельно семинар для всех, не только для инвестконсультантов, для всех покажем преимущества нового личного кабинета для работы, в чем уникальность личного кабинета, каким образом вам нужно будет, потому что наша задача сейчас создать как можно больше пайщиков. Потому что для того, чтобы сейчас нам брать землю под потребительское общество Евразии, нам нужно, ну, мы планируем, что у нас 100 тысяч пайщиков, ну, будет уже к октябрю месяцу. И поэтому на шести округах Сергей Сибиряков уже готовы письма, все. Нам нужно только прийти от потребительского общества, показать, что у нас 100 тысяч пайщиков, и мы везде будем получать землю. Поэтому семинар будет отдельно. И не один семинар, будет много этих вот серий, где вам будет показываться, как работать с личным кабинетом. Хотя, помимо этого, будет уже и видео. Андрей, вы постоянно говорите о людях с огромными структурами. Складывается ощущение, что мои скромные результаты интересны только мне. Но, дорогие друзья, вы должны понимать, что скромные результаты или нескромные результаты нам все интересны. Но люди с огромными структурами нам тоже интересны. Почему? Потому что они могут зайти сразу с огромными структурами, и у нас могут быть большие объемы финансирования. Сегодня мы выходим в поле. Уже, ну, не сегодня, но уже готовы первые опоры. И как только архитектура даст документы, там уже начнется строительство. И мы сейчас должны финансировать компанию на уровне, ну, как минимум, от миллиона до пяти миллионов ежемесячных инвестиций, дорогие друзья, для того, чтобы, ну, все это реализовалось в те сроки, в которые мы наметили. Поэтому нам интересны все. И если вы просто инвестор, огромное вам спасибо, что вы нас поддержали. Вы за это будете в будущем получать и увидели какие-то дивиденды и доходности по вашим акциям. Если вы еще наш агент и активно с нами работаете, вам огромное спасибо. Мы вам даже по маркетингу сейчас увеличим вознаграждение, дорогие друзья. Но, естественно, ваша структура, она интересна только вам. Потому что чем больше ваша структура, тем больше денег вы получите, и тем больше людей придет сюда, которые будут нашими совладельцами. И будем же мы все ездить на этом транспорте. И совершенно верно, нам интересны такие крупные структуры. Потому что мы в большей степени, вот когда мне говорят, Андрей, у меня есть человек, у меня есть организации, они могут профинансировать пять миллиардов долларов. Мы разговаривали с такими организациями. Они такие требования выдвигают, что вы себе даже не представляете. Поэтому нам не интересны они. Я сказал, мне они не интересны. Мне интересно один миллиард человек. Вот когда в наших структурах будет один миллиард человек, вот это будет очень интересно. Потому что когда у нас есть в каком-то городе, ну, к примеру, возьмем Воронеж, где живет миллион человек, и там у нас есть 100 тысяч наших пайщиков, которые хотят, чтобы был профинансированный проект, и финансируют этот проект, дорогие друзья, никто не сможет нам запретить сделать дорогу Воронеж-Москва, допустим, там Воронеж, через те города, которые будут в Москву, да, потому что они хотят ездить со скоростью подсуществования подчас. Поэтому для нас сейчас важны именно пайщики, именно те люди, которые будут в наших сетях. И поэтому, если у вас скромные результаты, как вы считаете, ну, конечно же, они и нам интересны. Но это, в первую очередь, ваша собственная заинтересованность, быстрее развивать свои структуры, обучаться этому и расти. Защита от любой взлома у кабинетов предусмотрена? Да, Роман, у нас работает уже служба безопасности, нас пытались, скажу вам, неоднократно, и где-то неделю-две назад даже на 4 часа сайт у нас не работал, потому что были попытки взлома. Более того, у нас даже были такие интересные ребята, которые, скажем так, нашли уязвимое место, отписались нашему IT-директору, и Игорь говорит, я был просто удивлен, говорю, почему? Ну, в общем, для того, чтобы утрясти. То есть он нам показал, где у нас было, как говорится, тонкое место, да, через которое могли и вирусы подсаживать, и взломать кабинет, ну, не взломать кабинет, мы могли, знаете, как взломать и скачать базу невозможно было. Там, скажем, хотя все возможно, понимаете, есть такие хакеры, которые Пентагон взломали, да, но мы стараемся сделать так, чтобы это было число оповещения, у нас система безопасности, она с каждым разом улучшается, с каждым разом, и при росте, естественно, мы все больше и больше денег будем вкладывать в систему безопасности наших кабинетов, чтобы все было на уровне. И сейчас у нас и в России облако, и мы будем в Европу облако переводить, и в Азии будет облако у нас для того, чтобы сохранять свои данные. Поэтому защита у нас есть уже на сегодняшний день. Я вам скажу, что у нас неоднократно пытались уже, скажем так, вот есть такая атака, да, ДОС-атака. То есть пытались и мы отстояли эту атаку, но вот недавно человек показал, где у нас тонкое место, слабое место было, через которое можно было лезть. Мы с ним пообщались, денег не заплатили, но мы акции ему отписали, небольшое количество акций, и он, скажем так, мы договорились, что мы иногда будем, как только вводим что-то новое, просить его, чтобы он пытался найти нас, ну, то есть, скажем так, хакеров в штате, да, ну, не в штате, а так, хакер-любитель, которого мы будем просить, попробуй нас взломать. Если он вдруг находит какие-то места, значит, мы ему даем какую-то премию. То есть, что он, да, действительно нашел место. Если не нашел, то мы тоже премию, но, скажем так, чуть меньше, чем тогда, когда он нашел. Вот в таком плане. Андрей, можно ли вам отправить лично два инвестиционных проекта для анализа? Дорогие друзья, давайте вы будете обучаться в Академии частного инвестора, учиться самим анализировать проекты, потому что, если вы сами не можете анализировать проекты, тогда вам нужно обучаться. Кроме того, ходите по вторникам на инвестиционное образование Игоря Романенко и Антонины Кьяновской, это наши преподаватели с Академии частного инвестора, и задавайте эти вопросы, и вы вместе будете разбирать, у нас там есть предусмотренные темы, где мы берем и разбираем проект, и назначаем изучать, а что это за проект, к какой категории мы его относим, высокорисковый, среднерисковый, низкорисковый, потому что ваша задача оценки проекта, это понять, какой категории по рисковости вы можете отнести, какой категории по ликвидности вы можете отнести, какой категории по доходности и, скажем, хеджированию вы можете отнести. То есть, этот проект может быть высокорисковым, компания, вернее, проект, инвестиция может быть высокорисковая, но сама компания, она может быть сгарантированной, самогарантированной, да, то есть, и тогда не страшно. Пускай даже у вас инструмент ушел, может быть, даже в 90% в убыток. Почему? Потому что акции, допустим, упали в какой-то компании. Но потом они все равно выросли. Ну, как пример, да? Поэтому ходите на эти занятия и там обучайтесь, как правильно самим обценивать проект. Потому что если кто-то хочет, чтобы я сделал консультацию каким-то проектом, ребят, это платная услуга. Она у меня стоит 1000 долларов в час. 1000 евро для меня в час. И поэтому я не смотрю проекты. На сегодняшний день у нас достаточно огромное количество перспективных проектов, которые с гарантированной, можно сказать, доходностью и с тем, что мы можем повлиять. А если вы хотите оценить, то коллективно ходите на занятия, именно которые по вторникам делаются, не помню, для вас. Ну, вы как инвестконсультант, наверное, попадаете, потому что там от 100 фунтов, от 100 долларов, например, там люди могут посещать, кажется, такие мероприятия. И учитесь сами оценивать проекты. А есть ли инструкция по поводу экскурсии, конструкция SkyBio? Ой, дорогие друзья, хорошо, что вы напомнили. С сегодняшнего дня, с первого числа, вернее, объявляется промоушен. Блин, Дима, напомни, нам этот промоушен нужно раскидать. Значит, вам необходимо стать будет инвестменеджером и став инвестменеджером, ну, это уже по новому маркетинг-плану, да, или подтвердить инвестменеджера, если вы уже таким являетесь, не подтвердить, а, скажем так, сделать его заново. Хотите со своей структурой, хотите с новой структурой, разницы нет, да, но сделайте его заново, инвестменеджера, подтвердите его, можно так сказать, да. И тогда мы полностью вам оплатим экскурсию. И экскурсия будет либо начало сентября, либо начало октября. Ну, в начале октября еще я поеду, поэтому экскурсия даже и со мной там будет. То есть мы два дня там проведем, пообщаемся. Экскурсия, можно так сказать, на один день в конструкторское бюро, на экотехнопарк поехать посмотреть. К тому времени уже даже можно будет, кто выиграет промоушен, деревья, то есть там аллея будет, деревья можно будет ценить и подписать свое дерево. К тому времени может быть и опору вашу, которую вы оплатите или какой-то инвестор оплатите. Поэтому, дорогие друзья, и Дим, запиши, да, все, кто станет новым инвестменеджером, а вот уже в новом маркетинг-плане, который мы сейчас запустим, либо подтвердит инвестменеджера именно в новом маркетинг-плане, эти люди полностью за наш счет мы оплачиваем перелет проживания в конструкторское бюро на один день. Андрей, если дело в количестве, то как предложение за регистрацию, чтобы спонсор получал 5-10 акций? А, дорогие друзья, вы знаете, за регистрацию 5-10 акций, ну, вы знаете, тогда можно зарегистрировать пустышек очень много. Я вам скажу, у нас сегодня пустышек очень много, потому что обзванивают наши колл-центры и колл-центры некоторых людей. И интересная ситуация. Человек говорит, я не регистрировался вообще. Да, телефон мой, но меня совсем не так зовут. Да, имя мое, фамилия не моя, но и таких очень много. То есть, кто-то пустышки регистрирует непонятно с какой целью. Количество, дорогие друзья, у нас сейчас разработана программа, поэтому количество это не проблема. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, вы для себя делаете количество. У вас есть возможность сегодня зарабатывать деньги и увеличивать свой пакет акций. Это просто невероятная возможность. Так возьмите и увеличивайте. Благодарный хакер оказался. Да, мы сами удивлены, но он, видать, проникся нашим проектом, а он спец по тому, как ломать сайты, ломать личные кабинеты и говорит, вот у вас такая ситуация. То есть, он сначала там сломал кое-что, потом говорит, ну как у вас дела? Потом говорит, ну вот это я сделал. И он говорит, Игорь, я сначала не понял, он говорит, признается, он говорит, ну дело в том, что я специалист по тому, как сломать любой сайт, да, и у вас есть несколько уязвимых мест и показал на его извинениях местах. То есть, ну, видать, он проникся нашим проектом, хотел бы, чтобы это реализовалось, поэтому он, как бы, хороший оказался хакер. Очень здорово. Андрей, я думаю, что вопросов... Марина Часова, сейчас я отвечу еще на последние вопросы. За свой счет поехать нельзя, дорогие друзья. Вы можете поехать, но вас не примет КБ, поймите. Ах, извините, может вы разведчик Сименса вас заслали, да, там, или еще кто-то. Поэтому мы должны, во-первых, так просто вас туда не пустят, потому что там конструкторское бюро. Во-вторых, мы договорились, что поедут люди, да, но мы устраиваем промоушен. Но здесь еще какая ситуация. Если будет крупный инвестор, который захочет поехать, посмотреть, он проинвестирует 12,5 тысяч долларов, да, кажется, 12,5 тысяч долларов, но там по объему нужно посмотреть, именно свои деньги, ну тогда он поедет без проблем, а вы заработаете хорошие комиссионные. То есть, либо ты становишься менеджером, либо выкупаешь инвестирует, скажем, акции на 12,5 тысяч долларов. Так, вы не просчитали самое главное, в один проект на данном моменте тоже более 100 тысяч участников. Да, у них всех есть возможности инвестировать регулярно по минимуму 20 долларов в месяц, дальше даже можно больше. Рассматривается возможность привлечения всего проекта в Skyway Invest Group. Да, Ольга, вообще рассматриваются, и если вы выйдете, ну знаете, как вот только здесь, знаете, как человек говорит, вот есть классная компания, там 5 миллионов человек, или там 3 миллиона человек, или миллион человек, ва, классно, супер, в общем, я договорился, вот тебе телефоны, я нашел телефоны, не так, я нашел телефоны, руководство, берите, звоните. Ну я позвоню, договорюсь, ну я себе заберу тогда их, ребят, ну извините, вы какую-то работу должны делать, договоритесь, будет ли это интересно, если будет интересно, тогда мы поговорим в Skype, и тогда мы решим, если эта компания хочет отдельно пойти по личному кабинету, то есть вот так, да, тогда в любом случае мы с вами договоримся, какой процент мы от их объема вам заплатим, в любом случае, да, но зачем нам это нужно, если они по сети будут работать, тем более тот маркетинг, который у нас есть, дорогие друзья, вот у нас ждут огромное количество структур этот маркетинг, они просто стоят ждут, потому что мы сейчас вводим очень замечательный маркетинг, и те люди, которые работали в хайпах, в жульничных пирамидах, те люди, которые работали в нормальных компаниях, они понимают, что этот маркетинг, на этом маркетинге они смогут заработать много денег и привнести нам новые инвестиции. Это тоже по вторникам спрашивать, да, по вторникам, Ольга, можете спрашивать без проблем, то есть можете спрашивать по вторникам у Игоря Романенко, у Антонины, давай на последний вопрос еще отвечу, и все. Так, хорошо, акционная программа, антикризисная, актуальная. Так, хорошая акционная программа, антикризисная, актуальная. Не понял, что такое, ну ладно, тоже по вторникам. Хорошо, дорогие друзья, все, на сегодня все, всем всего самого на лучшего, всем пока-пока, и до последнего, последней пятницы, или первая пятница августа, или последняя пятница, июля, посмотрим, как я там смогу, или не смогу. Все, всем пока-пока. Благодарю, Андрей, всем хорошего и светлого настроения, дорогие друзья, и огромная благодарность, что сегодня поприсутствовали на нашей планете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok